Радуга В древности весна считалась символом обновления природы, поэтому начало весны с давних пор было радостным событием, приход который сопровождался всеобщей радостью и народным гулянием, с танцами и песнями. Приход весны считался у всех народов настоящим праздником. Традиционно на Руси весну всегда ждали, встречали, чтобы пришла она с теплом, с доброй погодой, с богатым урожаем. На нашей Оренбургской земле проживает более 126 национальностей, которые не просто хранят свои традиции и обычаи, но и стремятся перенести их в будущее, чтобы не утратить своей самобытности. И все мы живем на одной большой, дружной и гостеприимной семьей. И к нам на фестиваль пожаловали гости именитые, да очень знаменитые. Давайте их встретим, да ласково приветим. На сцену приглашается заместитель начальника управления внутренней политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Олег Анасович Кынудзинов. Начальник отдела дополнительного образования в Министерство образования Оренбургской области Александра Анатольевна Чубина. Добрый день. Уважаемые участники фестиваля «Радуга», дорогие друзья, рад приветствовать вас от имени аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Желаю всем присутствующим в этом зале хорошего, доброго настроения в этот замечательный день. Мы живем в очень быстро меняющемся мире. И очень важно, чтобы у нас были точки опоры надежности, стабильности. И вот такими точками опорами мы считаем традиции. В испокон веков на Оренбургской земле в мире и согласии живут люди самых разных национальностей и вероисповеданий. И именно эти люди совершили большие и очень важные дела. Создали нашу Оренбургскую губернию, а затем и область. Победили в Великой Отечественной войне, освоили целину, покорили космос. И сегодня творят наши настоящие. Безусловно, мы очень гордимся тем, что наши традиции, наше богатство, наш союз, который существует между людьми самых разных национальностей, мы сохранили на протяжении столетий. И залогом, основой нашего мира, межнационального согласия и мира на нашей земле, являются именно вот эти традиции, которые существуют в Оренбургском социуме. На территории области осуществляется очень много социальных проектов. Значительная из них часть направлена на молодежь. И достойное место среди этих проектов занимает фольклорно-эфтографический фестиваль «Радуга», который проходит уже в 23 раз. Залогом того, что мы сохраним наше богатство национальное, будем развивать наши традиции, взъявляется участие в этом фестивале тысяч молодых, неравнодушных и талантливых людей. Я от всей души желаю организаторам и участникам фестиваля успехов и творческого развития, а также счастья, здоровья, успехов, а главное мира. Спасибо. Дорогие ребята, уважаемые педагоги, позвольте мне тоже от себя и от Министерства образования поздравить с таким замечательным праздником всех нас. Наш Оренбург же уникальный край. И, конечно же, мы замечательны тем, что мы живем дружно. Именно такие фестивали, вот такие праздники учат нас понимать и любить традиции других народов. И закладывают, наверное, те самые качества нравственные в каждом человечке и в последующем позволят нам добиваться очень многого и многого и стремиться к вершинам. Я хочу вам пожелать, конечно же, удачи, пожелать творческого полета, оптимизма. Сегодня, чтобы вы были на такой высоте, чтобы уехал каждый со своей искрой к душе и с таким внутренним счастьем. Удачи всем! Спасибо вам большое! Привейте, пожалуйста, эти цветы. Проходите, пожалуйста, в зал. У нас на празднике уважаемые гости. И мы с удовольствием приглашаем их на сцену. Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Константиновна Смирнова. Город Москва. Первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, президент Ассамблеи народов Оренбургской области, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Виналий Владимирович Амелинов. Добрый день, дорогие друзья, дорогие дети, педагоги, организаторы и участники этого прекрасного фестиваля. Конечно, душа радуется, когда видишь это творчество наших детей, тем более, что это уже больше 20 лет проходит такой прекрасный фестиваль. Для нас очень важно, чтобы наши дети уже с детства знали, соприкасались с культурой разных народов. Когда мы сидели в начале, перед праздником, у меня появилась такая идея, что вот та хорошая традиция, которая есть на Оренбургской земле, что ваш опыт, ваш пример может стать таким большим проектом на большом евразийском пространстве. Потому что мы сегодня представляем не только Ассамблею народов России, но мы и представляем Ассамблею народов Евразии, а это более 100 стран нашего евразийского континента. У нас есть такой мегапроект «Дети Евразии». Я предлагаю рассмотреть возможность, я обращаюсь к представителям губернатора, чтобы Оренбургская земля стала землей, где будет проходить евразийский фестиваль, этнографический детский фестиваль «Дети Евразии». Я вас поздравляю всех, вы молодцы, счастья, радости и мира. С праздником! Уважаемые друзья, у нас действительно сегодня очень такой радостный день. У нас сегодня праздник, который проходит ежегодно. И вы знаете, действительно, Россия – многонациональная страна, регионы многонациональные, поликонфессиональные. Миллионы людей исповедуют разную религию, которые принадлежат к различным национальностям. Но мы с вами все – россияне. Мы – российский народ. А что такое российский народ? Это совокупность граждан одного государства под названием России, в котором мы проживаем. Это наша Родина. И вот такие праздники, они укрепляют наше российское единство. И мне хотелось бы поблагодарить организаторов праздника, который ежегодно устраивает такие мероприятия. У нас сегодня гости. Поэтому давайте попалодируем и пожелаем успешного проведения нашего праздника. А участникам – ну, выйти победителем тех конкурсов, в которых вы будете участвовать. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Прините, пожалуйста, эти цветы. Проходите, пожалуйста, в зал.